всем привет меня зовут ксения и ух как долго вы ждали это видео сегодня я вам расскажу кем я было несколько лет назад как я играла в электричках на гитаре чтобы прожить в москве и какую дичь я просто творил когда начала зарабатывать в общем досматривайте это видео до конца я думаю что вам понравится несмотря на то что она будет не совсем коротким и я думаю что это видео вас замотивирует после того как вы узнаете то что я вам скажу сейчас вы будете просто в шоке все фантастично я считаю что стоит начинать свой рассказ с того что еще учась в школе еще учась в музыкалке я узнала существование вселенной у нас музыкалки был такой урок с альфеджио и там была преподавательница как сейчас помню ольга яковлевна и она всегда говорила что есть вселенная что нужно говорить не спасибо а благодарю и много таких фишек потихоньку меня это в голове начал откладываться и в 14 лет когда мне уже нечем было заняться когда я бросила спорт профессиональный все 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 бросила я начала вдаваться в эту тему я начала это изучать ну с учетом того что я не из богатой семьи очень из богаты я не буду говорить прям да у нас в семье не было денег как таковых но в принципе всем необходимым меня обеспечивали за что я очень благодарна с учетом того что сейчас я понимаю какая финансовая ситуация была такова цена спасения в общем в 14 лет я начала изучать тему вселенной посмотрела на тот момент фильм секрет этот фильм просто перевернул мое сознание на 180 градусов до на 180 не 360 как я уже один раз оговорилась ну ладно в общем и там типа вы все сможете вы можете стать кем хотите так далее всем советую посмотреть этот фильм он реально изменит ваше мышление на чуть-чуть но точно изменит и все я начала искать я каждый день сидела по несколько часов за компьютером искала типа бизнес без вложений как заработать и так далее в 14 лет я устроилась раздавать листовки раздавала листовки на улице по четыре часа в день за 50 рублей в час но потом меня повысили платили 75 рублей в час но вы только вдумайтесь я за какие-то копейки в дождь в снег в холод с гипсом на руке стояла и раздавала эти листовки мне было настолько холодно мне было настолько унизительно потому что на протяжении всех четырех часов я повторяла одну фразу там не знаю вот вы попробуйте просто там здравствуйте приходите наш магазин здравствуйте у нас сегодня акции здравствуйте приходите наш магазин и это на протяжении четырех часов но я считала что если я устроилась на работу промоутером то я должна прямо на полную выкладываться потом я устроилась рекламное агентство также листовки раздавать потом я устроилась катать детей на лошадках, но там тоже такая фигня. Делала сахарную вату, устроилась официанткой. Это все было в Уфе. Если кто-то знает, там клуб Арабелла, который круглосуточный. Так вот мы два месяца делали бесплатно ремонт, потому что у нас типа стажировка у всех официантов была. А потом мне просто дома сказали, типа, или ты в 11 дома, потому что тебе в школу с утра, либо увольняйся. Мне пришлось уйти оттуда, да и зарплата там была, знаете, тоже. 50 рублей в час. Что? Это просто дичь, потому что меня заставляли ходить на каблуке, в юбке и с яркой помадой. И выглядело это крайне неподобающе. Особенно для школьницы. В это же все время, пока я типа где-то пыталась заработать, пыталась найти работу, бизнес. Какой бизнес в моем возрасте? У меня не было денег даже, чтобы пойти там, не знаю, купить себе кроссовки, которые я хочу за 8 тысяч рублей. Я начала изучать ставки. Я пыталась какие-то стратегии делала, ставила на теннис, на матчи ТФ, короче. Потому что там очень много договорников и, ну, всякое такое. Потом я начала, короче, покупать прогнозы и продавать их с постоплатой. То есть я спамила людям в личку, типа, не хотите прогноз? Если заходит, вы мне переводите 200 рублей. Дальше я отдала кому-то на разгон свой счет. У меня там было 4 тысячи рублей. Там чувак разогнал до 12. И все, знаете, я ложусь спать с мыслью о том, что куплю себе айфон, короче, буду кататься в масле там. Фигас 2. На утро этот же чувак этот счет и слил. Потому что все эти разгоны депозитов, разгоны счетов, это все для лохов, я вам так скажу. Хорошо, хоть это выяснили. Ладно, фиг с ним. Какой-то у меня был перерыв, я сутками прям спала. Забила на школу, вообще забила на все просто. 10-11 класс я вылетела полностью из вот этой вот движухи школьной. В школе меня не любили мои одноклассники, в школе меня не любили учителя в 10-11 классе за то, что я просто нагло приходила и посылала. Директора могла послать и так далее. То есть 9 класс я закончила на отлично, 11 класс с тремя четверками по башкирскому языку, по обществознанию и химии. Нафига я вообще столько лет старалась учиться на отлично, если это все просто вам не нужно, серьезно. Я считаю, что вот нужно именно в школе заниматься математикой, чтобы развивать свое логическое мышление, еще какими-то движухами. Я всегда типа была активистка. И вот он момент, я кое-как сдаю ЕГЭ. Я вообще не готовилась, просто не готовилась. Мне настолько было индиферентно на этой ЕГЭ. Нас еще, знаете, с какого-то класса с 7-го, с 8-го нам все, ЕГЭ, ЕГЭ. Уже хотелось пойти просто повеситься. Учителя, нафига вы это делаете? Нафига вы детей заранее готовите к тому, что им будет плохо? Ты не сдашь ЕГЭ, ты не поступишь. Для чего? Суки, да вы дети. Это такой стресс. Я помню себя, как меня просто прессовали, как нас заставляли ходить на какие-то платные курсы всем классом. Да, там этот курс стоил там рублей 100, наверное, за занятие, но я же должна была отдать эти 100 рублей, я должна была прийти на этот бесполезный для меня курс. Короче, ладно. Я поступаю в Москву. Тогда я прошла по документам в Армавир, куда-то в Уфу еще, вот в Москву. И я остановила свой выбор на Москве, но вот проблемой было то, что общага стоила 7 тысяч рублей в месяц. То есть у моей мамы зарплата 20 тысяч рублей. Кроме меня есть еще брат-двойняшка у меня, да. Нет, старший брат, он старше меня на 4 минуты. В общем, я думаю, ладно, поеду в Москву, там будь что будет. Приезжаю я в Москву, значит, мне 18 лет, и я такая, сейчас все будет, тут город возможностей. Нифига. Через неделю я в общаге лежала, плакала просто, смотрела в потолок просто, захлебывалась в слезах в соплях. Потому что вот все, что вы видите в фильмах, вот эти чудесные истории, как кто-то приехал и сразу все круто, не работает. Мне было настолько морально плохо, то, что я одна в чужом городе, то, что мне нужно зарабатывать, то, что мне нужно думать вообще, что по жизни. Еще у меня в универ, то есть мне нужно пойти в универ, подумать, что мне покушать. Я помню вот те ужасные времена, когда я звоню маме, у меня просто денег нет. Она мне только вот вчера там скинула 3 тысячи или тысячу, а у меня уже нет. И, короче, случайным образом я пошла прослушиваться в музыкальную группу, я играла на гитаре. Там так случайно вообще, если я сейчас буду в подробностях рассказывать, это займет много времени, расскажу так, утрированно. Случайным образом я познакомилась с такими людьми, которые показали мне теплый переход в Москве, потому что был октябрь, и там можно было играть на гитаре. Да, я была уличным музыкантом. Вот. Дальше я случайно познакомилась с ребятами, которые показали мне, как в электричках зарабатывать. Вот сейчас вы увидите несколько видео с тех времен, и вы поймете, что это реально было так. Я стояла с гитарой, нам кидали мелочь, нам кидали бабки. Я не считаю это стрёмным. Я получала настолько положительные эмоции, потому что, ну, мы играли так достаточно неплохо, и каждый день, вот на протяжении, сколько, полтора года я играла, на протяжении полутора лет бешеный заряд. Я быстрее, даже когда приходила в универ, а универ я прогуливала часто, я ждала быстрее, чтобы пойти в электрички поиграть. Прыгали с платформ, там, у нас воровали какие-то вещи, с ментами закусы. Это просто бешеная вообще, вот в молодости я это так назову. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, это так, все верно Что-то фигня какая-то И тут вот начинается самая интересная часть Когда у меня просто начала жизнь переворачиваться Перейдем к соте дела А суть такова Я поверила в бинарки То есть я поняла, что там можно заработать Но точно не под свет свитчи То есть если бы это было под свет свитчи То все бы были миллионерами Начала гуглить эту тему, начала читать Залила что-то первые 350 рублей на Олимптрейд Слила, потом залила 2000 Слила, потом думаю, вы что, фигели что ли? А это еще перед Новым годом было очень тяжко, кстати Вот И заливаю еще пять штук Мне мама тогда скинула, чтобы я общагу оплатила И сливаю И все, и жесть И я в долгах Мне нечем платить общагу И я слила все бабки на бинарках У меня истерика была Реально, я плакала, я рыдала просто Больше я рыдала не от того, что я деньги потеряла Я больше рыдала от того, что у меня теряется надежда заработать То есть мне очень хотелось Я прям поверила, что вот она, вот она золотая жилка Короче, дальше все сложилось таким образом, что Я засела просто за компьютер и начала читать все, что связано с форексом, с бинарками и так далее Создалась тетрадочка, я про нее вам уже рассказывала, показывала Начала выписывать разные стратегии, индикаторы Просто тонны информации, там буквально две-три недели Технический анализ у меня отскакивал просто от зубов Я не спала, я не ела, я не гуляла, вообще никуда не выходила Не ела я, потому что у меня не было денег, чтобы купить еды И мне там периодически одногруппница таскала гречку там с курицей Не спала, потому что я закрывала глаза У меня дзынь-дзынь, короче, графики все вот эти вот олимповские Адские времена были Потом наступает Новый год, буквально еще пару месяцев И тут я даже не помню, как так вышло, что я начала зарабатывать Что у меня начало реально получаться Я торговала на тот момент на Биномы И я даже сейчас считаю, что Биномы это самый честный брокер И я реально начала выводить с Бинома Потом я сидела, смотрела видосы трейдеров И уже видела вот ошибки, уже видела, что я бы, например, зашла бы не так Сидела и комментировала эти видосы То есть я выключала звук, включала видео трейдера и комментировала И потом думаю, что за дичь вы загоняете, нафига вы это говорите Начала тихонько сама снимать видео У нас сегодня в гостях супер успешный трейдер Звезда Ютуба, которая ведет один из самых популярных каналов про бинарные опционы Ксения Росс На тот момент я написала практически всем трейдерам ютубовским Огромные такие письма, типа, чувак, гол сотрудничать и так далее И ответил мне один человек, просто один человек Рэпер-трейдер, ныне инстартинг Реально, единственный человек, который откликнулся на мое предложение о сотрудничестве С которым мы дальше стали партнерами именно Мы вели общую закрытую группу Тарас, если ты смотришь это видео, благодарю тебя, ты мне очень помог И очень-очень поддерживал в тот момент Я вам очень благодарен То есть вот общаясь именно с данным человеком, именно с этим трейдером Считаю его очень хорошим другом У меня все мои предположения жизненные подтверждались Я понимала, что я считаю так не одна То есть мы обсуждали тот же фильм «Секрет», там различные книги и мышление Я такая, yes, я не одна И я вижу, что успешный человек так же рассуждает Причем мы когда даже совместные конкурсы проводили Мне очень понравилось, я помню Он писал, только предупреждаю сразу, у нас все честно будет И реально, мы проводили конкурсы, скидывали бабки людям И тогда другие трейдеры параллельно проводят конкурсы, кидают И у нас все так радушно, так круто То есть мы достаточно быстро всех трейдеров обгнали на тот момент В общем, потихоньку начала-начала зарабатывать У меня появились бабки И все, у меня снесло крышу, друзья Я вам обязательно расскажу чуть позже подробнее по этой тематике Но если вкратце, я начала покупать все, там, айфоны, там, компы Просто тратить по 20-30 тысяч в день Как по мне, это полное безумие На самом деле, очень вот осуждаю свое топ-уведение Но ни капли не жалею Я считаю, что хорошо, что я этим переболела Хорошо, что я сколько, два года просто жила, ни в чем себе не отказывала И сейчас у меня есть то мышление новое, сформированное еще, которое есть Я начала далее зарабатывать на партнерских программах Об этом я вам уже рассказывала Не скрываю того, что да, я зарабатываю на партнерках Я зарабатываю на торговле Я зарабатываю на каких-то товарных проектах На каких-то пирамидах и так далее И вот именно с того момента у меня перелеснулась жизнь Когда я поверила в бинарные опционы Я вам ни в коем случае их не рекламирую Вы можете поверить тоже во что-то Не знаю, можете маркеры просто начать продавать Главное, чтобы вы верили Главное, чтобы вы знали, что эти маркеры кому-то нужны И что у вас получится Главное, это вера Вот вера, это то, с чего стоит начинать Еще раз повторю, не обязательно у вас целью должны быть бинарки Они у вас выстрелят, если вы ими болеете, как болела я Для меня это было интересно Для меня каждая сделка в каждый доллар была просто космосом Еще забыла такую вещь сказать, что на протяжении нескольких уже лет Даже еще когда не переехала в Москву Я могла вот так вот вечером, когда темно, выйти Смотреть на небо И просто мне казалось, что что-то вот есть вокруг меня Что не просто так все это В общем, не знаю, вроде бы это видео получилось достаточно длинным Я надеюсь, что оно вам понравилось Если это так, ставьте огромный пальцы вверх Жмите подписаться на канал И пишите, что же вам еще рассказать Что вам еще показать Все, помните, вы лучшая компанда в мире Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok